Из кабинетов на стадион. 270 учителей, воспитателей и сотрудников Министерства образования сдали нормы ГТО. Испытания прошли в региональном центре, расположенном на базе стадиона «Локомотив». Насколько учителя готовы к труду и обороне, оценила наша съемочная группа. Вот это здорово! Ура! Преподаватель ОБЖ, труда и два учителя физкультуры. Потому как лихо эта четверка преодолевает 300-метровую дистанцию и не скажет, что они самые старшие участники соревнований. У каждого из них за плечами сдача еще советских норм ГТО. Виктору Кукуеву 60 лет, 40 из которых он работает учителем физкультуры. Говорит, в молодости прыгал в высоту 1,80 метра. Сейчас, конечно, такие рекорды педагогу даются с трудом. Стыдно, когда учитель физкультуры учит детей и сам не может что-то показать. Это стыдно. Поэтому приходится держать себя в ходе. Конечно, годы свое дают знать, немножко тяжелее, но реально выполнимо и все нормально. Пока без каких-либо трудностей проходим все эти нормативы. Педагогов разделили на 5 возрастных групп от 18 до 63 лет. Вид и количество испытаний для каждого участника определяли по возрасту и полу. Учителя прыгали в длину, бегали 100-метровую и 2-километровую дистанции на время, подтягивались, отжимались, а также делали наклоны вперед и рывок 16-килограммовой гири. Помимо базового норматива, каждый мог дополнительно выбрать тот вид, где он особенно силен. Правда, не все педагоги смогли правильно рассчитать свои силы. Нет, к нормативам мы не готовились, но что сможем, то и сделаем. Наверное, да, это своего рода, если исходить из моей профессии, это какая-то диагностика. То есть я сделаю для себя определенные выводы, но и займусь там, где немножечко у меня небольшие минусы. В этом году наша область не попала в число регионов официального тестирования комплекса «Готов к труду и обороне». Несмотря на это, педагоги сами изъявили желание попробовать свои силы. Участием они подают наглядный пример не только своим ученикам, но и всей молодежи. Можно и долго, и, может быть, и интересно, и увлекательно рассказывать ребятам о том, насколько необходимо вести здоровый образ жизни для того, чтобы стать в дальнейшем успешным человеком. Но когда учитель сам способен это продемонстрировать, я думаю, наверное, это доказательно, без всяких слов, нотации и бесед. Сдача норм ГТО станет обязательной с 1 января 2016 года, но пока только для школьников. Причем результаты будут учитываться при поступлении в ВУЗ на уровне ЕГЭ. Все остальные жители начнут сдавать эти нормы с начала 2017 года. Так что время улучшить свою физподготовку еще есть.